Ре! Вис Этерс Ирте! Именно столько жителей Латвии, по данным опроса, Норстад готовы сообщить о правонарушении на своей работе. Однако делает это только каждый пятый, остальные боятся последствий. Тем не менее сообщать о правонарушениях, которые противоречат интересам общества, право и обязанность каждого жителя. Это касается нечестной конкуренции, нарушения прав человека, загрязнения окружающей среды, нарушений должностных лиц, мошенничества, коррупции и так далее. С 1 мая в Латвии вступает в силу закон о защите информаторов. Если увидите нарушение закона на работе и сообщите об этом, государство должно будет о вас позаботиться. Правда, не раньше, чем через две недели. Защищаем ваши персональные данные. Следующее. Вы имеете гарантии юридической консультации со стороны бесплатного государства о освобождении от госпошлин, если необходимо обращаться в суд. В законе предусмотрен запрет как-то мстить персонам, которые подняли тревогу, или их родственникам, например, увольнять с работы, понижать должность или ставить невыполнимые рабочие задачи. В дальнейшем, если в компании больше 50 сотрудников, должна появиться система подачи заявлений о нарушениях. Так что обращаться в случае правонарушения нужно ответственному лицу на своей работе, в ответственные и компетентные государственные организации, государственную канцелярию или СМИ. При этом общество за открытость Делна считает, что закон в Латвии недоработан. Для общества это большой шаг вперед. И этот закон – это проект, который должен поменять культуру и взгляды людей. Но мы хотим заметить, что государство не сделало свою работу до конца. Закон принят, но не приняты санкции против тех, кто захочет рассчитаться с тем, кто поднял тревогу. Поэтому пока что это просто голые определения. Яркий пример – депутат Сейма Юрис Юрис. Он сейчас находится под следствием. Вместо него в Сейме находится его картонная копия. Конкретный уголовный процесс, который возбудили против меня, как против информатора, который рассказал обществу о правонарушениях в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в Генеральной прокуратуре. Яркий пример того, что ты не можешь быть уверен, что главы государственных структур или работодатели тебе не отомстят. Закон был полностью проигнорирован. К сожалению, пока что это только закрепили в нормативных актах, которые могут не работать. Надеюсь, что я ошибаюсь, но я с осторожностью отношусь к новому регулированию. Новый закон также предусматривает, что заявитель сможет сообщать информацию, которую нельзя разглашать по закону, если в этом есть необходимость.